Здравствуйте. Про опыт прошлого. Опыт прошлого вам поможет. А вот у этой фразы, её обрезали, когда втискивали в прокрустово ложе название передачи. А было второе, вторая часть. История никому никого никогда не учит ничему. Вот как-то не странно, да? Историю надо знать, история много мучает, но никто не научается почему-то. Всегда ошибки исторические повторяются сплошь и рядом. Вот как-то удивительно. Почему это происходит? Трудно сказать. Но я попытаюсь, хоть это трудно сказать. Вы знаете, у меня такое впечатление, что вся такая вот неторжественная часть истории, где говорится вот о победах, да? Вы знаете, вот в истории победы. Человек вышел в космическое пространство, там победили фашизм, ещё что-то. А рядом всё вот всякие такие вот события, принимаются решения, результатом которых они неоднозначно оцениваются сейчас, как скажем так. И в свете этого, знаете, как вот мне история представляет? Сейчас я вам расскажу. Это вот такая сцена. Старшина показывает своим солдатам на стрельбище приёмы с оружием. Залёг он за бруствер, прицелился и в мишень стреляет. Раз, 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 раз. И что-то плохо у него получилось мимо. И он объясняет. Я показывал, как не нужно стрелять. Это шуточка, конечно, про старшину. Мы любим всегда про начальников шутить, но вот это вот про старшину такая шуточка, есть анекдотица. Но вот история именно так и показывает всегда, как не нужно было делать. Вот я вспомнил сейчас царя нашего последнего Николая Второго и последнего нашего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва. И вот помнится, при царе Николае Втором была такая кровавая революция, 1905 года её обычно называют, 5-8, кто говорит, 5-7 годов. И после этой революции, чтобы как-то вот возмущение масс унять, царь издал манифест. Царь испугался и издал манифест, стихотворение такое было советское, «Мёртвым свободы, живых под арест». Это, конечно, шуточка. Речь шла не об аресте. А он вводил некие такие вот политические свободы, давал, гарантировал. После этого манифеста, конечно, ничего в управлении государством особенно не изменилось. Но появилось очень много чего нового. Появилась некая видимость политической жизни. Почему видимость? Дело в том, что тогдашняя Государственная Дума, она никаких вопросов не решала. Был такой сугубо совещательный орган, почти говорильня, да? Закон-то принимали наверху царь, его министры. Вот они и решали судьбу России. А это так, как-то вот... Я, честно говоря, до сих пор не знаю, чем они, собственно, и занимались. Решения принимались наверху. Царь принимал решения. И его советники. Но, тем не менее, плюрализм мнения пошел. Слово такое замечательное. Помните? Плюрализм. Что еще тогда появилось? Оппозиционные газеты. Да, в 1919 году, в начале мая, вышел первый номер легальной газеты «Правда». Эту газету издавала РСДРП, Российская Социал-Демократическая партия, потом которой добавили букву «Б» большевиков. Да, это вот та самая КПСС, которая стала. Вот, издавала эту газету. Да, вот, кстати, интересная деталь. Первый номер вышел, и в нем было сообщение о гибели «Титаника». «Титаник» погиб в конце апреля, а это вот вышло в районе 5 мая, по-моему. Вот как мы отмечали всегда. День печати назывался у нас. Маленькая была заметочка, но повод всегда был у всех популярных журналов в мае месяце отметить день печати. Напечатать большую статью про гибель «Титаника». Эта тема такая интересная в техническом отношении. Какую-нибудь загадку припустить. Не инопланетяне ли потопили. Или еще что-нибудь такое, да. А сосклад в газете правда был. Правда, в правде была маленькая заметочка такая. Утонул лайнер, вот столько людей погибло, и все. Особенно ничего не было. Но дело-то не в этом. Появилась оппозиционная печать. Стали ругать существующий строй. Вы знаете, самое удивительное, что когда началась война в 1914 году, в августе месяце, эта печать продолжала существовать. И все дошло до того, что российская наша империя, выйдя из войны в 1917 году, оказалась в такой ситуации, что почему война стала крайне непопулярной именно благодаря вот этой вот внутренней пропагандистской работе печати. Там же разные мнения всегда есть, да. Я отвлекаюсь от этой темы, финансировал ли эту печать, значит, германский генеральный штаб или не финансировал, не знаю. Просто не знаю. К этому делу никого отношения не имею. Но, то есть, к знанию по этому вопросу. Но, тем не менее, вот этот плюрализм мнения расшатал Россию. Вы не поверите, когда в 1918 году, наконец, мир был подписан. Так называемый Брест-Литовский мирный договор. Брест-Литовск или Брест-Литовский, это, так сказать, город Брест. Там, где Брестская крепость знаменитая. Тот самый город. Вот, в нем был подписан договор, по которому огромная часть территории Российской империи, вся Украина, в частности, отходила Германии. Так вот, Германия, а это было в феврале месяце, Германия до осени так и не смогла территорию огромную оккупировать. Эта огромная территория с огромным хозяйственным потенциалом, который она могла использовать в войне против, на Западном фронте, да, она не смогла оккупировать. То есть, Германия стояла на пороге поражения, да, и она так долго еще продержалась, с февраля до ноября, по-моему, да, только потому, что и ее соперники тоже были войной изнурены. И все ждали, когда, ну, знаете, вот, на позициях этой позиционной войны была Первая мировая, да, и все вот ждали, ждали, пока не рухнула. Ну, то есть, Россия-то, почему старая, царская Россия рухнула? Война довела страну до немогу. Дожили вот до такого состояния, когда начались проблемы в обществе, недовольство этой войной. Это во всех странах было. Ну, в России это вот не удержалась власть, рухнула. В Германии не удержалась, в Австро-Венгрии не удержалась власть, там они рухнули, да. Вот, а на Западе, у англичан, у французов власть устоялась, осталась прежняя. Они вроде как победили. Так вот, к чему я клоню-то? Вот такое вот, да, и то, что рухнуло, рухнуло власть, такое слово, это поэтический термин. Ну, понятно, рухнула власть, потеряли власть, тогдашние власть имущие. А тогдашнюю власть имущими официально по закону был царь, да. Царь, царь, это как же сказать-то, он, была перепись населения, и в перепись населения, вот, род занятий надо писать. И царь, значит, вот в том переписном листе написал «Хозяин земли русской». Вот он был, царь. Ну, понятно, что хозяин земли русской своего хозяйства этого лишился. Очень многие другие вот хозяева тоже лишились, но все пострадали, абсолютно все общество пострадало. Вот когда рушилась империя, досталось всем. Помните, что после этого случилась? Гражданская война, голод. Ну, сейчас как-то про тот период времени мало визуально вспоминают, да? А вот в годы мои, моего детства, а что моего детства, еще 50 лет не прошло с той, с гражданской войны, с революцией. То есть жили люди, которые вот это все видели, да, они еще вот с нами были. Они еще действующими были фигурами, вот, действующими лицами. В тогдашнем визуальном ряде, в фильмах, более-менее правдоподобно показывали в то время. Разруха и голод. Это же по всей стране ударило. По всем. Абсолютно по всем. Не только по разным миллионерам Рябушинским, которые своих состояний лишились. И по ним-то в меньшей степени, у них все-таки кое-что было на Западе, они-то, ну, в общем-то, не совсем нищими остались, а вся прочая страна, ну, просто обнищала. Таки вот такая вот ситуация случилась, обнищала до голода. От голодной смерти умирали, случаи каннибализма, кто не знает этого культурного слова, людоедства были. Потому что нечего было есть. Очень печальная была ситуация в России. Почему? Потому что рухнула власть. Вообще, говорят так, вот, скептики-то как говорят, такую вещь. Вот, говорят, либерал на троне. Это преступник. Когда вот так вот либерально повел себя царь Николай II, когда вел вот эти всякие вот либеральные штучки, плюрализм мнений появился. Их можно было открыто высказывать, да. То есть ослабла вот такая вот политическая цензура. К чему это привело? А это привело к падению всей тогдашней власти. Вот. Так вы думаете, кому-нибудь эта история чему-нибудь научила? Вы ошибаетесь. Вот теперь я, вспомните, огласил вам вторую фамилию. Михаил Сергеевич Горбачев. Он тоже попал в непростую ситуацию в 80-х годах. Тут у нас, понимаете ли, замедлился темп развития нашей экономики. Темп замедлился. Ну, по-разному это объясняют. Говорят, что к этому моменту очень так вот сильно просела цена на нефть и продукты. На нефть на мировом рынке. А экспорт нефти и газа, а цена на газ, она привязана к цене, это в ту пору была на нефтепродукты, на нефть. Вот. Да, она и сейчас, кстати, привязана. Цена, которая поставляется по трубопроводному транспорту в Европу из Российской Федерации. Вот. Так вот, значит, уменьшилась валютная выручка. А к тому времени, вот с тех пор, как начался вот этот вот нефтяной бум, да, когда вот цены на нефть резко подскочили после арабо-израильского конфликта, вот, был такой конфликт на стыке 60-х и 70-х годов. Цепочка конфликтов происходила, таких кровавых очень. И не только кровавых, но и таких политических, международных, вот в этой, там без особой крови международной происходила в среде. Но цены выросли на нефть. И вот, вроде как, наша страна на этих большой валютной выручке-то жила десятилетия, поднималось производство, и самое главное, поднимался жизненный уровень. Все больше и больше товаров было, особенно в больших городах, и очень много этих товаров было импортных, купленных за валюту, которую выручили от продажи нефти и газа за рубеж. И тут вдруг, говорят, вот цены упали. Что, как, почему, это я не знаю. По-разному объясняют, но упали. В конце концов, цикл развития бывает, вот оно случилось. И вот, вот такое вот хозяйство принял Горбачев Михаил Сергеевич. Как выйти из положения? Есть такое правило, между прочим, умное. Умное правило, ему не последовал в свое время царь Николай II. Второе. Попал в болото, не дергайся. Сильнее затянет, завязнет. То, что любое ваше действие, оно всегда приведет, может привести и приведет к какому-нибудь ухудшению. Понимаете? Вот влип в какую-то ситуацию, не дергайся. Жди. Иначе вот начнется вот неправильный... Это когда вы сами, вот вокруг вас просто эта вот жижа перемещается, и вы увязаете. А если это вот целое общество, и в нем происходят какие-то резкие перемены, изменения, вот как при Николае ввели вот эту свободу слова, и пошло, и поехало. Пришли в движение не слои вот этой грязи в болоте, а слои общественной. Как выходить из положения? Ну, первая идея была, она так и осталась, идея, и называлась ускорение. Идея была такая очень неприятная, вот для нас, для тогдашних советских интеллигентов. Вот я тоже был тогда интеллигентом. Вот. А идея была такая ускорение. Что это значит? Это значит, нужно увеличить вложение в экономику. Простите, если увеличиваем вложение в экономику, инвестиции, это значит, мы снижаем потребление. Это очевидно. Интеллигенция это понимала, и так высказать тогда было нельзя. Мы просто помалкивали так себе, ну, в курилках могли обсудить, там, между собой что-нибудь пробурчать. И все, не более того. В прессу это никак не просачивалось. Понятное дело, что это никому не нравилось, и сменилось это вот нововведениями. Появился либерализм. Либерализм и в экономике. Тогда появился, собственно говоря, то, что сейчас бы назвали частный бизнес, мелкий частный бизнес. Это называлось тогда кооперацией, кооперативное движение. И второе действие было это перестройкой гласность. Как на Западе говорили, гласност. Перестройкой гласност. Майки такие выпускались с такой надписью, латинским буквами перестройкой. Вот это самое гласност. Без мягкого знака, что у них там не бывает. Поэтому, вот, появились такие вещи. А что значит гласность? А вот это самое и есть свобода слова. Виды изменений стали происходить. Появилась политическая жизнь. Почти как при Николае Втором. Они ничего не решали. Решало наверху все. Политбюро, ЦК, КПСС. В Политбюро, ЦК, КПСС. В этот Политбюро все вопросы решало. Ну, мы-то все бурлили, мы-то все вот обсуждали, да, мы как правильно, и причем обсуждали не в курилке уже, а в журналах. Тогда вообще вот тиражи журналов выросли до небес, честно говоря. Подписка на них, не хватало все равно того, что издавалось. То есть сейчас вот посмотреть старые выпуски журналов той эпохи, даже самых скучных, толстых литературных журналов, их издавалось-то о какой-то огромной тираже, полмиллиона, миллион, да, вот такие были тиражи. Сейчас там, я не знаю, до десятков тысячи едва дотягивает. Тогда вот такие были тиражи. Все читали, обсуждали, ругали существующую действительность. Решение принималось наверху. Но вот тут вот, внизу, произошло примерно то же самое, что произошло и при Николае Первом. Потеря управления произошла. Кстати говоря, с чего случилась февральская революция? Помните, такая была, вы, наверное, только октябрьскую помните, 17-го года, да? Февральская была еще. Она была в марте месяце по новому стилю, когда октябрьская в октябре по новому стилю. А это была вот тогда. И идея была такая. Наше верховное руководство решило себя немножко поправить. У нас ведь царь-то он царь, понятное дело, но он не один же. Там была его мама, вдовствующая императрица, вот, Мария Федоровна. А ей не нравилось, как любой, значит, так сказать, свекрови, не нравилась невестка Александра Федоровна, наша императрица последняя такая вот, высокая, статная, красивая, с красивым грустным лицом, который большое влияние на Николая Александровича имела, Николая Второго. А у Марии Федоровны был другой сынок, Мишенька, Михаил Александрович. И у них такой вот возникла вот идейка заменить Николая на Михаила. Вот. И вот эта-то идейка-то была реализована тогда, но было потеряно управление. Вот, понимаете, вот на ходу какой-нибудь огромный самосвал движется, да? И нужно резко изменить его движение. Что с ним произойдет? Опрокинется. Да? Резко изменить движение. Юзом пойдет, все сметая на своем пути. Знаешь, такое скользить юзом, да? Вот он не туда, куда колеса должны катиться, а он вот катится по инерции, значит, как санки, скажем так. Колеса не крутятся, колеса в другую сторону повернутся, а он поперек катится. Вот. Вот так вот юзом пошла империя. Потеряли управление. Вот. И то же самое получилось и здесь. Решили заменить Горбачева. Помните, такое было ГКЧП? 19 августа 1991 года. И после этого все юзом и пошло. Вот. Пошло и полетело. К концу года уже Советского Союза официально не было. Ну, к счастью, к счастью, все-таки история кое-чему людей научила. Вот. На просторах нашей страны были такие места, где было как во времена нашей гражданской войны. Нашей. Нашей гражданской войны. Это имеется в виду та, которая случилась в 18-22 годах. Вот. Да, были. Это вот было конфликты между соседними, союзными ранее республикой Армения, Азербайджан, внутри республик многочисленных. Я все и не упомню. Но все по науке случилось там, где было, так называемое, относительное сельское перенаселение. Трудоизбыточные районы, да? Это, кстати, на науке об этом говорит, что вот если есть трудоизбыточный район, необходимые условия возникновения гражданской войны, это значит, относительное сельское перенаселение. Трудоизбыточность у нас называли. Вот были труднедостаточные районы, где производство нуждается в рабочей силе, а рабочей силы нужного количества нет. Вот центральная часть Российской Федерации, Прибалтика, это вот были такие тогда труднедостаточные. У нас все тихо прошло. Гражданская война не случилась, к счастью. А вот там она случилась. В ту пору вся наша страна была в 1917 году трудоизбыточная, да? Большое сельское население было, много их лишних людей. Вот гражданская война полыхала очень сильно тогда. Ну, чего бы этому не поучиться? Ну, ведь не поучились же. Ведь это же повторилось же. Хорошо, вот у нас более или менее тихо все обошлось. Но тоже ведь несколько лет очень трудно было понятие, как надо жить, да? Очень большим трудом люди добивались того, чтобы обеспечить свою семью. Вот такое вот было в начале 90-х годов. Ну, а где-то просто убивали людей, да? Гражданская война шла. Ну, к счастью, не у нас здесь вот. Не на большей части территории Российской Федерации. Хотя и нас тоже, это вот события у нас тоже развивались. Вы помните их. Не буду называть. Вот. Ну, вот что, видите, калька такая, да, клише, да? Повторяются те же шаги, что и при Николае Первом. Относительно либерализации придумывается какой-то представительный орган, который, чтобы выпустить пар, да? Пресса появляется независимая, свободная, бесцензурная, да? Не то, что нецензурными словами можно говорить, а вот, ну, вот, говоришь, чем хочешь, мысли излагай, да? А к этому не было приспособлено тогдашнее наше государство. И оно изменилось теперь. Резко изменилось. Сейчас оно приспособлено к свободе слова, печати. Сейчас уже это в эпоху интернета просто, ну, как, как, как может не быть свобода? Каждый пишет, что хочет. Между прочим, вот, знающие люди, которые читают не только по-русски, но и по-английски, они говорят. Они, значит, смотрят, как это называть, форумы, да? Знаете такое слово? Форумы. Форумы наши русскоязычные. И форумы на ту же тему англоязычные, американские в основном. Там же русские и американцы есть, да? Они иногда и по-русски пишут, иногда пишут по-английски. Вот. И вот одну и ту же тему обсуждают. У нас вот очень много в русскоязычных сайтах, очень много такого хлама высказываний. Ну, скажем так, неполиткорректно это очень мягко сказано. Понимаете, что значит политкорректно? Ты мне правду скажи, да? Ну, грубые просто, хамские высказывания. Комментарии обычно. Кто-нибудь умер, вот туда ему и дорога, подохла собака. Вообще невозможно. Вообще неприлично. Это, тем не менее, у нас есть. А у них в Америке этого нет. Ой, умер человек, жалко его. Всё. Вот такие вот комментарии по поводу смерти одних этих же людей часто очень, да? Причем наших людей, российских. Я привёл комментарии. А почему они не пишут так? У них что, вот такое вот единое мнение? Нет. А у них считается, что вот вы высказываетесь, да? Теперь все знают, что вы сказали, да? Вот если человек сказал, ну, подох собака, ну и пора, ну, как вы к нему будете относиться? Очень хорошо? Нет, не очень хорошо. А если просто посочувствовали, промолчали, ну и ладно. Как и положено. А о покойниках либо хорошо, либо ничего, да? Если уж не можешь хорошо сказать. Ничего. Ну, в крайнем случае, так вот, пространно издалека, вот, покритикую ту эпоху, когда жил этот сложный, неоднозначный человек, да? Вот это всё очень корректно называется. Не политкорректно. Такая двусмысленная вещь, политкорректно. А что это такое вот? Вот промолчать, не сказать, на самом деле? Нет, корректно надо говорить. А почему вот так у них вот красиво всё пишут? У них что, нету вот таких дураков, какие есть у нас? Да, наверное, есть. Но просто они понимают всю прозрачность интернета. Кстати говоря, это вам, молодым людям, большая наука. Вот всё, что вы написали на бумажке, потом засунули в карман и сожгли, этого никто не узнает. Ну, насунули в карман, потом вынули и сожгли. Или выбросили на помойку, там всё это сгнило, да? Никто не узнает. А вот если вы какую-нибудь глупость написали в интернете, это навсегда там останется. То есть, в принципе говоря, если кто-то захочет посмотреть на вас сквозь, значит, лупу, ваше прошлое изучить, ну, при приёме на работу, например, да, почему бы не узнать, вот берёт на работу человека. Почему бы не узнать, о чем он дышит, а что он раньше говорил. И вот это все вот эти вот глупости, которые вы там понаговорили, это про вас можно будет установить. Да, это нужно провести некое исследование, а вот американцы это понимают. И они вот, ну, не хочешь на эту тему высказываться, не высказывайся, да? Вот, если не можешь, вот без матерной ругани, грубо говоря. А если уж хочешь, старайся быть вот вежливым и корректным, иначе тебя вот не примут. Ну, вот я бы, честно говоря, не очень хотел бы общаться с человеком, который вот такие слова про кого-то пишет, да? Так вот себя демаскирует. Вообще есть темы, которые, ну, всякие, вот, знаете, вот, связанные с конфликтом межрелигиозным, межнациональным, они всегда очень некрасиво выглядят, смотрятся все эти вот высказывания. Крайне некрасиво. Так что вот, вам, пусть вас это учит, да? Это не история в данном случае, это просто практическое сведение. А раньше этого не было. Сейчас все мы стали писателями, да? Все мы стали издателями каких-то вот периодических изданий, да? Любой наш комментарий, это уже вот кто-то может его прочитать. Это не вот тебе ваша переписка там с товарищем электронная. Ее, правда, тоже могут прочитать. Ну, вот, ну, товарищ, вот, пишите там, приходи туда-то, вот, не забудь прислать мне фотографии, которые мы с тобой сделали, и что-нибудь такое. Это политкорректно. Глупости-то вы там не пишете, тоже ведь. Ну, хотя это защищается там, что там. А переписки, да, закон. Это только спецслужбы, которые там ищут, а не прячут ли вы где-нибудь бомбу с товарищем. Они могут этим поинтересоваться. Ну, вот, вот такие вот дела. Ну, вот такой вот пример вот из истории нашей Родины. А ведь он... Сколько между 17-м годом и 91-м-то прошло? Это что, 70-ти лет ведь не прошло? То же самое повторилось, да, простите. Были люди, которые помнят еще революцию 17-го года. Были в 91-м году люди, так сказать, действующие, которые помнили ее. И надо же так вот налетели. И мы ее проходили все время, эту революцию. Проходили. Проходили. или так называется, по истории проходили, изучили. Ну, проходили мы, что там говорить-то. Проходили историю КПСС, и все вот это вот. Причины падения, так сказать, монархии Романовых. Вот я вам их изложил. Примерно так же в учебнике это описывалось. Вот почему она пала. И это же точно все тоже было повторено. Не учат ничему истории. Вот беда какая. А почему она не учат, как вы думаете? А я вам сейчас объясню. Вы понимаете, я вот сейчас так умно сказал. Вот, потыкал носом, да? Фактически Михаил Сергеевича потыкал носом, да? Извините, Михаил Сергеевич, если вдруг вы меня сейчас слышите. Я вас очень уважаю, несмотря ни на что. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Дело в том, что я-то знаю, чем все кончилось. А вот когда принимается решение, ну, обстановка-то ведь изменилась. Ну, представьте себе, мы будем, например, копировать, ну, пытаться спроецировать на современные события какую-нибудь ситуацию, там, из, так сказать, древнегреческой политической жизни. С большим трудом, правда? Жизнь, ну, так изменилась со времен Древней Греции. Общество стало совсем другим. Да? Совсем другим стало общество. Нет уже этого рабовладельческого устроя давно. Чего только не изменилось. Даже если говорить о, скажем, проецировании военной истории, ну, военной истории все-таки там, вот, противодействующие стороны остались, и то многое изменилось, да? Скорость перемещения войск, значит, пространственный охват, да? Раньше как? Вот тут войск пришло, куда-то повоевало, в другое место ушло. А сейчас линии фронта, вот такие понятия есть, да? Вот понимаете-ка. Уже трудно проецировать. Вот поэтому-то ошибается, вот поэтому история ничему не учит. Потому что, вот сравните, вот времена Николая, значит, Николая Второго. Монархия. Сословная монархия. У нас сословия, значит, дворяне, мещане, крестьяне, что там еще нет, я еще не все закончил. Значит, так сказать, поповичи, это вот священники, их дети. Ну, в общем, там еще какие-то есть более мелкие подразделения сословные. Я не, значит, историк, мне можно не знать. Но, тем не менее, сословия были. Человек вот состоит в одном сословии, в другое не перейдет. Если он дворянин, он дворянин. Если он крестьянин, он крестьянин. Даже если он приедет в город работать на завод, он все равно не будет мещанином, он не имеет права там владеть недвижимостью в городе. Поэтому в городе не селились рабочие, рабочие слободы были за городом. Вот слобода, иногда свои дома там рабочие имели. Но это не город, это слобода. Это какой-то отдельный населенный пункт. Там вот эти вот крестьяне, числится он крестьянином, да? Вот как, ну, написано в паспорте, пол мужской, да? Его просто так не переправят женский. Это же целое дело. Так же нельзя было перейти из крестьянина в мещане. Хотя, вот вы жили уже в городе и занимались городским трудом, да, вроде как. Не положено, у нас. Да, вы не мещанин. Это целое дело было, перейти из одного сословия в другое. Что там еще у нас было? У нас, простите, в 91-м году и в 80-х годах ничего похожего не было. Последние остатки сослованных пережитков были в середине 70-х годов из нашей жизни исключены. Вы удивляетесь, что в середине 70-х годов? Я вам сейчас скажу. У нас было такое понятие прописка, знаете, да? И паспортная система, тоже знаете, да? И вот только в 70-е годы паспортами стали обладать все жители Советского Союза. До этого жители, значит, сельской местности, которые работали в колхозах, они паспортов не имели. Удивительно, правда, да? Ничего удивительного. Я вот когда учился в начале 70-х годов в институте, в МИФИ на нашем факультете, это большой факультет. Нет, ну большой факультет это относительно совсем маленького. Человек около 200. Там всего два мальчика были выходцы из села. Все. А все остальные, вот, 99% были горожане. Хотя на селе проживало около 50%, ну, чуть меньше тогда уже, но около 50%. Представляете как? А он только два ребенка. Видите, какое различие было? Явно было, да? Но вот это уже преодолели последний пережиток формальный к тому моменту. Похожие есть вещи. Там была официальная у нас идеология при царе. Это, значит, православная религия. Каждый чиновник должен был регулярно ходить на исповедь. Каждый чиновник, это я так громко сказал, каждый государственный служащий, например, учительница школьная, должна была регулярно ходить на его исповеди и приносить справку, чтобы она на исповеди исповедовалась. Все, мне разрешили причаститься. И это как вот сейчас человек поступает преподавателям в ВУЗ, он приносит справку из органов внутренних дел, что он, значит, не был осужден, да? Об отсутствии судимости называется справка, да? Вот с недавних пор мы такую справку предъявляем по месту, значит, где мы преподаем. Вот так вот, да? А тогда вот такой вот регулярно, что исповедовался, да, вот, и тогда были такие священники, которые хорошо было исповедоваться, он быстренько-быстренько ему заплатил, он быстренько принял исповедоваться, справку поставил, да, выдал, и все. И человек готовы делать. А другие придираются, расспрашивают, пока все подноготно не узнают. Такого уже в наше время не было. Хотя была официальная идеология, но ее так предан идеям коммунистической партии, это можно было только в шутку написать, да, про кого-нибудь так. Как тогда уже это как-то не очень важно было, да, такой вот строгости не было. Хотя, да, смотря для чего, если за границу ехать, то там смотрели на человека в лупу, так сказать, партийные товарищи. Вот. Видите, сколько много различий. Ну, и плюс к этому образовательный уровень. Ну, сравните, та Россия 17-го года. Какой тогда образовательный уровень? Неграмотность была. Потом была в 20-е годы ликвидация безграмотности, ликбез, да, неграмотных людей учили, да, вот, молодые люди, девушки и юноши, вот, преподавали на селе крестьянам, чтобы они умели прочитать, расписаться, да, целая проблема была. Человек поучился, поучился, вроде научился, вроде умеет расписаться, вроде может прочитать. Мы не рабы, рабы не мы, да, а потом он теряет, надо все время читать, да, вот, был такой, я помню, плакат еще был, значит, если, вот, вы научились и не читаете, вы позабудете грамоту, надо обязательно читать, покупать книги, да, вот, так сказать, книга торговля, да, на этом деле, вот тогда, реклама советской книги торговли развивалась, разве что-то такое было в 80-х годах, да, все были грамотные, да, что вы, я вас умоляю, все говорили нормально, благодаря телевидению, радио, там были познавательные передачи, даже какой-нибудь кинофильм советский, да, взять, там обязательно что-нибудь познавательное будет, вот, посмотрел фильм про любовь, например, «Высота» был такой фильм про любовь, «Никочегар, мы не плотники», такая песня была, не помните, любимая песня моего одесса, «Никочегары, мы не плотники», но я бы вам спел, но стесняюсь, вот, «О сожалению, горьких нет, как нет, а монтажники, высотники, с высотой вам шлем привет», фильм про любовь, в общем, так, если разобраться, а посмотрел его, узнаешь, как строится дом, на все уже по пользе, да, посмотрел фильм про партизан, «Смелые люди», а там рассказывают, почему, вот, бывают лошади белые, оказывается, белых жеребят не бывает, вот я это оттуда знаю, из того фильма, а вот белые лошади, это просто патологически раннее посидение, да, вот, вот такой вот факт нам там излагают, в «Смелых людях», вот я, вот, можно было много чего узнать, то есть, постоянно, очереди были в библиотеке за книгами, да, то есть, как сравнить 17-й год, неграмотная Россия, да, когда, мобилизовали армию, отправили на войну, из-за чего война, да, вот наш царь, с германским, так сказать, царем, даже не говорили кайзером, вот он поссорился, вот и война, да, вот они, значит, помирятся, значит, война кончится, ну, такое было, очень инфантильно некоторые себя вели, выдавали им на месте призыва обмундирование, шинель, сапоги, по дороге они их продавали, а зачем, приезжает, а он босой, как же он пойдет на войну, шинель продал, сапоги продал, ну, это инфантильное поведение, правда, вот так, как это, как это так понимать, вот в советское время таких призывников уже не было, ну, хотя вот тогда научились, и, при царе научились, и, когда призывают на месте, отправляли в свои одежды на фронт, там уже, ближе к фронту, их уже обмундировали, вот в советское время всегда всех везли до войсковой части в своем, в гражданском, да, вот научились от царя, на царских ошибках, да, не знаю, сейчас тоже, по-моему, в гражданском везут, да, мобилизованных, нет, сейчас призывников сейчас называется, сейчас не мобилизация, сейчас призыв, вот так, вот такие вот дела, вот, ну, и как вот так вот приложить, с какой стати вот это вот смягчение к такому может привести, это никто не ожидал, это я так сейчас рассказываю, вот очевидно, да, это, помнится, был такой фильм замечательный, тоже вот, на все, на все был свой фильм, доживем до понедельника, учитель истории, там, главный такой положительный персонаж, и он рассказывает, вот, говорит, почитать, говорит, наше сочинение, что пишет, то, говорит, всю историю делала какая-то банда двоечников, да, такой-то, говорит, недооценил, недопонял, все вот сплошные, вот, недооценил, недопонял, а мы им все это дело вот объясняем, недооценил, я сейчас объясняю, Горбачев недооценил, недопонял, да, хотя прав-то я не имею таких, вот она и есть, эта наша диалектика, с одной стороны, опыт прошлого, очень полезен, а с другой стороны, он никого, ничему не учит, и не по той причине, что это мы такие вот, необучаемые, да, а по той причине, что обстоятельства изменились, потому что два раза на дни те же грабли, вот последовательно, обычно не наступают, а это вот раз там в 50, за 50 лет уже обстановка изменилась, все не так уже, уже все не так, все уже по-другому, никто не мог подумать, что вот так вот, такое вот смягчение, советского строя, к таким вот последствиям приведет, никогда сейчас говорят, что это вот, мол, специально было задумано, ну, одни говорят, что это такой, Горбачев был прогрессивный, другие говорят, что это так вот, это вот, враги, значит, России, как это, за кукловоды, специально все это подготовили, но я думаю, что никто не мог знать, чем это все обернется, обстановка уж больно была другая, совсем все по-другому, не могло так случиться, оно даже ведь и в войнах, все вида ведь ошибаются, хотя война, ну, это что, одни наступают, другие обороняются, куда нанесут удар, если вы помните, Первые и Вторые мировые войны, то там речь шла о том, что Франция по опыту Первой мировой войны оценила его и в нужном месте на границе построила огромный укрепленный район, через который Германия не могла пройти. Германия его обошла очень просто через территорию Бельгии, так же, как и в прошлой войне. Ну, там, минуя территорию Бельгии, приходилось через какие-то там горные перевалы, но это не Кавказ, это такие-то вершинки, очень даже скромные, не через Кавказские горы переходить им приходилось. Вот, они второй раз это сделали, и что? Вот как вот быть? Другая война, да, танки, самолеты, все по-другому, но вот получилось-то то же самое ведь, наступили на грабли с интервалом в 20 лет, да, даже, даже чуть побольше, в 25, наверное, да, 25 лет, второй раз, то же самое. немцы против французов повторили, такое, в такой же, в принципе, движение ума, да, в их военной стратегии, опять-то, ничему не научила история, вот за это бывает ругают. Да, ну, тоже вот, и Гитлера ругают, те, кто переживает, что он проиграл войну, он не ожидал, что в Нормандии высадятся его противники, да, вот, помните, в 44-м году в Нормандии высадились англо-американские войска, наши союзники, место вроде неподходящее, что значит неподходящее, а где высадился король Эдуард, когда началась столетняя война, в Нормандии, потому что место очень подходящее, оно же по правому берегу, простите, да, по левому берегу получалось, сены, да, их сено прикрывало, а сейчас, ну, мосты на сене, боже мой, в эпоху авиации уничтожить мосты на сене, это не такая сложная задача, и они под прикрытием сены, и прошли к Парижу, очень даже легко, так же, как и король Эдуард, они абсолютно точно повторили его маневр, вот такие вот дела, так что, ну, история-то с тех пор, как столько минуло лет-то с высадки короля Эдуарда, Эдуарда I, ой, сколько лет-то, со столетней войны, больше полутыщи, и тем не менее, все ведь изменилось, и средства введения войны изменились, и стратегии, и тактика, это уже линия фронт сплошная, а вот то же самое они повторили, не ожидал Гитлер этого, и его генеральный штаб, такого, такого хода мысли, неожиданная, казалось, точка выставки. Ну, ладно, я тут такие высокие глобальные темы с вами затронул, да, будем считать, что это не воспитательная работа, а я вам рассказывал, как не нужно делать, да, как всегда, как старшина, который плохо стрелял на стрельбище, я вам показывал, как не нужно делать. То есть, с одной стороны, это вроде бы, да, уроки прошлого очень важны, но никто их не ценит, а на самом деле их надо суметь применить, а мы их не получается применить, потому что обстановка совсем другая, она быстро меняется, и все эти уроки прошлого, это только задним числом, мы понимаем, а вот это вот повторилось два раза в истории, а может даже больше, чем два раза, да, мало ли было неожиданных нападений одной стороны на другую, да, как в 41-м году Гитлер напал на нас, да, на Советский Союз, имеется в виду, бывает, бывает такое, но повторяется все, но в 100% не предвидишь, увы и ах, ну и в нашей жизни тоже точно так же, обстановка ведь меняется, несмотря на то, что я вот в прошлый раз вам говорил, вот опыт ваших предков очень важен для вас, да, вот постарайтесь, кстати, постарались втереться в доверие к родителям-то, нет, это я так говорю нехорошо, втереться в доверие, установить сердечный контакт, да, это очень важно на самом деле, важно жить дружно, а с кем, как ни с вашими родителями, вам надо жить дружно, а дети, ведь именно с ними, ну, а если родители слушают, с детьми, постарайтесь договориться, вы тоже иногда родители, это я вот, дети пусть не слушают, тоже иногда давите без дела-то, да, надо где-то так вот прогнуться, не принципиально, им надо только детишкам-то дать возможность там, пф, щеки пораздувать, да пусть пораздувают, чего не могут без вас, м? Как будто детишки этого не слышали от меня. Ладно, спасибо вам большое за внимание, удачи вам, всех благ, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok